Что такое мультимедия? Напишите, пожалуйста, в чат ваше определение, как бы вы объяснили другим людям, что такое мультимедия, что такое, может быть, мультимедийные форматы. Прежде чем какую-то новую тему рассматривать, новую тему изучать, мы всегда начинаем с поиска общего языка. Это, в принципе, основа любой грамотной коммуникации. Сначала мы договариваемся о том, как мы будем называть какие-то явления, какие-то объекты для того, чтобы лучше понимать друг друга. И вот в мультимедии в вашем понимании видеоролики, аудиофрагменты, информационный контент в виде звука или видео, аудио-видеогифки, видеокартинки – это перечисление того, что можно отнести к мультимедийным форматам. Потому что на практике, вот показать пример и сказать, смотрите, вот это вот мультимедиа, это проще, чем объяснить другому человеку, а что на самом деле это такое. Так, Юлия пишет, что мультимедия – это интересный, привлекательный, познавательный электронный контент, электронный, цифровой, да, как основополагающий признак. Вот для того, чтобы лучше понимать, что такое мультимедия, давайте я покажу вам еще одно новое понятие – понятие цифрового языка. Люди давно искали способ передавать информацию друг от друга, да? Сначала появилась речь, появился алфавит, письмо, изобразительное искусство, музыка. С развитием интернета объемная информация увеличивается, и нам нужно обрабатывать ее все больше и больше. Все быстрее и быстрее передавать ее от человека к человеку, от устройства к конечному пользователю. И как раз для вот такой передачи мы придумали определенные каналы коммуникации, которые базируются на некоторых основных принципах. Например, фото – это так мы условно называем все визуальные форматы, это может быть иллюстрация, изображение, главное – статичная графика. Есть язык видео, язык аудио, язык данных и язык текста. Причем текст – это совсем не то, что живая речь, совсем не то, что художественная литература или тот текст, который мы видим в учебниках. Текст как цифровой язык – это краткие, емкие, лаконичные сообщения, опять же, нацеленные на то, чтобы передавать информацию как можно быстрее. Итак, у нас есть пять цифровых языков, которые позволяют тем или иным способом передавать информацию. И вот если мы эти цифровые языки начинаем использовать в некоторых форматах, то мы и получаем мультимедиа, мультимедийные форматы. Например, цифровой язык видео плюс цифровой язык аудио дает нам, как правило, формат видеоролик. Гиперссылки, как вы говорили, то есть принцип гипертекстовой разметки дает нам интерактивные форматы. Сочетание нескольких фотографий дает нам мультимедийный формат калаш. Я вижу еще ответы. Иллюстративное живое подкрепление изложения, технологии, обеспечивающие взаимодействие техники речи и общения. Да, то есть определение в любом случае мультимедия – это такое довольно широкое понятие. И часто мультимедия называют форматы, которые комбинируют несколько способов доставки информации. Аудио плюс текст, видео плюс данные, например. Но на самом деле даже просто само по себе фото – это мультимедийный формат. Мы можем определить мультимедия как способ упаковки информации с использованием нескольких или одного цифровых языков. И интерактивность, вот как раз возможность взаимодействовать с ним – это дополнительная характеристика. Она может присутствовать, а может не присутствовать. Например, мы можем говорить о том, что есть видео, а есть интерактивное видео. Есть фото, а есть интерактивное фото. Есть презентация в плане слайдов, просто показывающая информацию, а есть интерактивная презентация, где на слайдах можно еще и взаимодействовать с какими-то объектами.